Система Добродел за время своей работы стала для администрации эффективным инструментом обратной связи с населением. От того, насколько быстро и качественно жители получают ответы на свои обращения, зависит их степень доверия к местной власти. Весной мы с вами мобилизовали все наши силы, вышли на, я считаю, очень хорошие показатели. Количество просрочек по ответам было ноль, сокращалось количество повторных обращений. Мы работали не просто над качеством ответов, но над конкретными решениями. Теперь мы снова с вами просели. На сегодняшний день у нас 17 просроченных обращений в систему Добродел. Чаще всего жители жалуются на действия управляющих компаний, на валы мусора и качество дорог. По заявлениям, поступающим на портал Добродел, в районе проводится большая работа. И важно, чтобы жители вовремя, без просрочек получали ответы на свои обращения. Опять у нас появляется тенденция с поселением, где просрочки один-два дня. Коллеги, хотел бы обратить ваше внимание, что, видимо, какие-то технические сбои. И очень обидно, когда вы даете просрочку в один день. Прошу еще раз провести работу с вашими исполнителями, чтобы они четко понимали сроки по предоставлению ответов, чтобы данные ответы не попадали в просрочку. Следующая тема повестки – капитальный и ямочный ремонт дорог. В этом году в порядок планируется привезти 54 участка дорожного полотна. При этом 15 из них уже отремонтированы. Существенно увеличить объемы ремонта нам удалось благодаря значительной поддержке правительства области. И мы благодарим, прежде всего, Андреевича Воробьева, нашего губернатора, за то, что пошли навстречу. Выделили нам дополнительные денежные средства и изменили процент субинансирования. По словам дорожников, сегодня ремонтные работы идут во все ускоряющемся темпе. В июле будет отремонтировано 100 тысяч метров дорожного полотна, в августе еще 60 тысяч. Таким образом, весь объем запланированных на сезон работ будет выполнен в срок. Дополнительно, Андрей Воробьевич, хочу сказать, что по вашему обращению губернаторам принято решение о выделении дополнительных денежных средств в рамках субсидий Одинцовскому муниципальному району на ремонт автомобильных дорог. В общей сложности денежные средства, которые будут направлены на это, составят около 160 миллионов рублей. Дополнительно планируется отремонтировать 22 автомобильные дороги, общей площадью около 136 тысяч квадратных метров. Глава района особо подчеркнул, что в приемке отремонтированных дорог обязательно должны участвовать руководители поселения. Еще один важный вопрос, обсуждавшийся в ходе совещания, касался благоустройства дворовых территорий. До 15 августа все ямы внутри дворов должны быть отремонтированы. Человек, который выходит из отремонтированного подъезда, хочет попадать, безусловно, в такой же благоустроенный отремонтированный двор, подъезжать туда на машине, без ям, ходить по тротуару, пользоваться парковкой и так далее. Поэтому блок ЖКХ у нас в летний период на первом месте. Дороги, ямы, благоустройства, детские площадки, подъезды, капитальный ремонт. Комплексное благоустройство дворовых территорий в районе ведется с 2015 года. За это время в порядок приведено 156 из более чем 300 дворов. План на 2018 год 38 дворовых территорий. Из них 15 планируется замена и ремонт асфальтового покрытия с организацией всех необходимых тротуаров и пешеходных дорожек. Глава района напомнил, что сегодня в регионе внедряется новое мобильное приложение «Ямы во дворах». Нововведение позволит сделать ямочный ремонт дорог еще более системным. Петр Горохов, Евгений Муравлев, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.